В питомнике с правительной колонией номер 3 от холода насмерть замерзают котята. Такая новость недавно облетела интернет-порталы Читы. Однако в реальности все в точности да наоборот. Хвостатые постоялицы приюта сытые, веселые и абсолютно здоровые. Это подтверждает независимый эксперт и зоозащитник Ольга. Она кошек не только осмотрела, но и ощупала. Приезжаем мы сюда стабильно раза два в неделю, это точно. Но бывают такие случаи, что мы приезжаем и три раза в неделю, в зависимости от ситуации, здоровые, ни у кого глазки не гноятся. Здоровым в этом приюте быть несложно. Ежедневно двое заключенных убираются в кошачьих вольерах и несколько раз в день готовят животным еду. Кстати, на обед сегодня перловая каша с мясом. Невооруженным взглядом видно, что кошки больше склонны к полноте, чем к смертельным обморожениям. В нашем обществе сколько добра не делай, найдутся хорошие люди, так называемые в кавычках, которые периодически нам будут помогать. Температура, которая в пределах где-то от 15 до 19 градусов. Сергей Ульхов признается, что от таких лжеобъявлений руки опускаются. А ведь в планах у руководства исправительной колонии помещение кошачьего приюта в еще более комфортные условия. Для этих целей уже отведено двухэтажное здание. Несмотря на проськи недоброжелателей, будем работать дальше, говорят сотрудники колонии. Ведь кошки понимают добро и отвечают тем же. У нас было двое осужденных. Совершили они такие, ну достаточно для наших осужденных серьезные преступления. И в конечном итоге, общаясь с животными более полугода, то есть когда они уходили от нас, освобождались, то есть приезжали их родственники, семьи, то есть говорят, что они во многом поменялись взгляды на жизнь. То есть вот этот момент, там он прослеживается. Дарья Юринская, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.